Как говорят на полную катушку Это я тебе отвечаю Ты думаешь, что ты из-за того, что под снегом? Я сам джунгарского лотау родом И там до 14 лет жил Все яблоки происхождение считают оттуда И вот, кстати, яблоко заилийское Вот там есть джунгарские лотау Следующие это хребты заилийские лотау Вот заилийское оттуда происхождение яблока Вот такое по вкусу Я слышал про него Якобы это наше про яблоко Возможно Но там еще есть и дикие и прочие Давай так Ты отказался от прививки Вообще Принципиально прививать на китайку Которая считается Я не договорил Дело в том, что любая китайка дает страшную поросль Вегетативно корни ползут И такая шелуха всходит По всему саду А абрикосе нету Ты только из-за этого перешел А получилось по вкусу лучше А случайно получилось, что ты использовал сорт Он стал вкуснее Дело в том, что это Помимо меня еще на сегодняшний день Тотаров Володя Тоже прививает на абрикосы А про это первый раз слышу Да ну У него прекрасные сливы Прекрасные абрикосы У него очень много сортов слив Очень много Я даже не пытаюсь с ним соревноваться Вот что есть у меня, то есть У него там до полста сортов слив было Вот Слушай, это почти последний из Магикан Уже так нас мало стало Федоренко умер Бородич умер Федоренко это не знал? Не знал Он же года два я с ним спокойненько Такой был Такой специалист был Михаил Михаил Твою ее кормлю бабать Да И он тоже Насколько Он такой же как ему погодать Да Ну вот Бородич тот старший был Ладно Короче привил на абрикосы Успортил сорт Он стал слаще И по-моему цвет немножко поменял Да я бы не сказал Он все равно довольно китерый Нет, погоди Я тебе хочу угостить Ну давай лучше в гараж зайдем Там это я вчера снимал Я их на ощупь, которые мягкие Ладно, пойдем Так, идем мимо персиков Персиков, вот пожалуйста Если б ты знал Как меня достались с этими С косточками А урожай-то нет У меня штук двадцати есть в этом году Не, ну не говори нету слух Ты что Дело в том, что смотри Видишь какие прекрасные побеги Вот Тоже можно где-то Ну, штук до полста с него срезать Ну, у меня в этом году будет полсотни побегов Вот Персик этот Прививается очень легко На сливу Ну, тебе-то объяснять не надо Вот На ту же китайку На любую сливу Великолепно прививается Вот Даже на войлочную вишню Да И на войлочную вишню Вон там у меня такие Есть такая? Есть Они, кстати, миниатюрненькие становятся Да Очень миниатюрно Ну, а вот эту я уже собрал Уже посушил Это твоя Это Опять же Розовая Венгерочка А Тут остались только деревянные Которые позже созреют Ну, тоже стало сладко Здорово Деревянненькая На Ты же ее любил, чтобы она это сам Хрустела Да Тоже привиты на этом На абрикосе Имей ввиду Вот смотри Вот зона прививки Самое поразительное Слива на абрикосе Перерастает Видишь Насколько абрикос, да? Да И не должно быть такого Как не должно? Абрикос всегда мощнее слива Как я так тоже думал А теперь иди сюда к Нике Еще Почему у меня тут постоянно одна подпорка такая мощная Вот эту Сливу я привил в нарушение всех законов Очень высоко Видишь? Сантиметров на тридцать И вот пожалуйста Вот абрикос Кто не верит, мы можем приблизить Вон абрикос Так, абрикос то у тебя какой сорт? Подвой Десертный Который ты байер называешь Да Но дело в том, что он не такой уж и рослый Это Манжоис тот гигант Ну Как взять Вот допустим Рыжик Вот он Ему Ну 7 лет, да? Смотри какой стволик Да уж не говорил Вкуснейший Который абрикос у нас Да Я его режу безбожно Кстати тоже Побегов немерено Так что его я тоже могу предложить На Ну на материал На прививочный А вот венгерки К сожалению Ну посмотри Видишь? Штук 5-6 где-то на каждом дереве Потому что Очень объемный урожай был Ну мощный прям Ты же снимал, видел А когда мощный урожай Побеги Медленно растут Мало Прирост малый Да На макушках вон они Есть хорошие Так ладно Значит Уточню для наших зрителей Да То есть по моим наблюдениям У нас вообще два Два больших вида Слив Это Оренклоды и венгерки Да Оренклоды и венгерки Венгерки Продолговатые Оренклоды круглые Так вот Оренклоды не идут на абрикосах Я уже обжегся Согласен? Ну Ну по крайней мере То есть если мы будем продавать черенки Да Конечно Тотаров тоже подтверждает Что не все Как он выражается Домашние сливы Говорит вот эти Европейские сливы Иначе называются домашними Не все домашние сливы Прививаются на абрикос Говорит редкое явление А вот Венгерки Как это? Лучше чем абрикос на абрикосе Слушай И чернослив Не лучше но не хуже У меня там чернослив Да и чернослив тоже И чернослив привит на абрикосе У меня же ни одного побега Посмотри Нигде этого Мусора В сравнении Как это вишни Не сливаю и вырезать Ладно Знаете что Чтобы уже в этот фильм Вот эти Уж не выдержу Я же все таки С Украины Или откуда Ага Ага Почему не замерзли черешни Потому что это я Выписывал специально Щелябинского Питомника Какого? Сейчас скажу Собирь России Так Вот Или подожди Да Соды России И подбирал По каталогу Ихнему Точно сады России Там несколько питомников А что еще можно Какой еще Там есть Сады Урала Сады России Ну помнишь я тебе каталог давал Это Ихний же А ну 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 Точно ихний Ихний я тебе точно говорю Так хорошо Я оттуда часто что-то выписывал Пытался Один второй Да Этот был у меня приболел Они должны были замерзнуть Нет Ты не знаешь подробности На что привит Понятия не имею Но факт тот что Они не должны были замерзнуть Потому что там указание было до Тридцати градусов Гарантию даю Мол вы